С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья. Изменения в федеральном законодательстве должны защитить заемщиков от мошенничества с их недвижимостью. Как пояснили РБК УФА в Национальном банке Башкортостана, микрофинансовые организации отныне лишатся права брать в залог квартиры, дома, долю жилой недвижимости, а также права на будущее жилье по договору долевого строительства. Напомню, раньше закон не запрещал юридическим лицам выдавать ипотечные займы, чем активно пользовались так называемые черные кредиторы. Маскируясь под финансовые организации, они использовали лазейку в законе для отъема жилья у заемщиков средств. Эти ограничения не касаются микрофинансовых организаций с государственным участием, которые кредитуют малый и средний бизнес. При этом любые микрофинансовые организации, как частные, так и с государственным участием, сохраняют право выдавать займы под залог нежилой недвижимости. Как сообщили в Национальном банке Республики, большинство случаев отъема жилья связано с нелегальными кредиторами. За 9 месяцев текущего года в Башкортостане выявлено 36 таких прецедентов. Всего башкирскими микрокредитными компаниями за полгода выдано почти 250 тысяч займов на сумму более 2,5 миллиардов рублей.